Привет, ребят! Давно я не собирал каких-нибудь сборок и не экспериментировал над ними. Решил поэкспериментировать, собрать самую минимальную конфигурацию железа, которая, по моему мнению, будет актуальна какое-то время. Взял следующее. i3-6100, материнская плата на чипсете H110 с DDR3. Посмотрим, насколько они актуальны. И минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Но тут же выясним, имеет ли смысл брать 2 планки по 4 или 1 планку по 8. Самый бюджетный кулер, самый бюджетный жесткий диск, в моем случае, скажем, 1 терабайт. Так как у меня нет на данный момент в разнообразии видеокарт 950-960, у меня есть 280X. Эта видеокарта хороша тем, что она даже сейчас показывает очень неплохие результаты в компьютерных играх. По моему мнению, она ничем не уступает 960-й. Возможно, в некоторых играх она проигрывает 960-й и 950-й, потому что те игры оптимизированы под видеокарты NVIDIA. Но будем считать, что это эквивалент 960-й, так как, насколько мне известно, она на 10-15% слабее, чем 380-я сейчас. Бюджет где-то в среднем 33 тысячи, в зависимости, где и как, и то. Я не учитываю стоимость блока питания, стоимость кулера, стоимость корпуса и всего остального. Я беру то самое ядро, которое работает. Видеокарта, процессор, материнская плата, оперативная память. Итак, я соберу как можно простую систему. Посмотрим, хватит ли кулера обычного боксового Intel кулера для охлаждения i3-6100. Заявляют, что он очень холодный, ему не нужны какие-то более навороченные кулера. В зависимости, двухканальная память или в одном канале. Просто посмотрим, как это все работает. Ну что, в стрессе Line X, нагрузки на i3-6100. Максимальное значение зафиксировано 68 градусов, среднестатистическое 60. Ну, это неплохо, это невысокая температура. Да, я где-то слышал, уже не помню, читал, не вдавался пока в подробности. Говорят то, что Skylake не очень любит Line X. Сейчас некорректно работает, нужно или специальную версию под Skylake, или использовать другие нагрузочные тесты. Но, так или иначе, я вижу, что температура 68 градусов на боксовом кулере, и меня это полностью удовлетворяет в стресс-тесте. А теперь я приведу пример, как работает эта связка с процессором i3-6100, с видеокартой R9-280X, 3 гигабайта, в синтетическом тесте 3DMark, а именно Fire Strike Extreme. Сразу же продемонстрирую, как ведет себя система с 8 гигабайтами оперативной памяти в двух вариантах. Две планки по 4 гигабайта и одна планка в 8 гигабайт с видеокартой R9-280X, 3 гигабайта. Синхронизировал как мог, так как у меня нету карты захвата, делал это с обычного экрана, синхронизировал. Возможно, есть какой-то небольшой рассинхрон максимум в секунду. Я не заметил особенную разницу в FPS. Возможно, в каких-то моментах есть разница в 1-2 кадра, но я это списываю в погрешность моей синхронизации. Далее продемонстрирую тест в GTA V на следующих настройках. Практически все очень высоко. И забегая вперед, хочу сказать, что разница стала очевидна между системами с установленной оперативной памятью двумя планками. Так что Константин Иванов с Технокухни был прав, что есть зависимость в количестве планок. Как показал тест, две планки показывают лучший результат, чем одна. Так что трясите его, чтобы он сделал подобный тест в 29 играх. В некоторых моментах тест разница доходила до 15% в количестве FPS. А это уже очень много. Нужно дополнительные тесты разобраться с этой ситуацией. Сколько же все-таки рекомендовать людям устанавливать в системы? Две планки или одна? Некоторое время тому назад один топовый блогер сказал, что в играх нет разницы. Тем самым посеял зерно в неокрепшее сознание этих геймеров. Но оказывается, разница-то все-таки есть. Ситуация в Ведьмаке повторилась. Разница между системами с двумя планками и одной доходила до 10-12%. Так как нет в игре встроенного бенчмарка или практически невозможно синхронизировать одни и те же действия на одной и той же локации, можно списать эти 2% разницы в FPS на изменение ландшафта и обстановки в игре. Но 10% можно считать, что есть разница. Ну и любителям CS GO эту систему можно, конечно же, рекомендовать. В моем случае эта игра шла до 300 FPS легко, 290-270 FPS на сервере было. Но я опять же повторюсь, что в каждом конкретном случае FPS может отличаться от сервера, от интернета. Все это очень критично влияет. Я даже не хочу вдаваться в подробности. На максимальной графике, на каком-то первом попавшемся сервере у меня было 270-280, почти 300 FPS. Нужна ли вам такая графика? Не нужна вам такая графика, потому что качество графики вам не поможет тащить. Подведем итоги. Да, можно рекомендовать к покупке процессоры i3-6100 в игровые системы начального уровня. Возможно, через некоторое время ситуация изменится, выйдут новые игры и процессор уже будет не справляться. Но процессор хорошо себя показал в моем случае с видеокарты R9-280X. Так что легко можно покупать хорошую видеокарту, 380-ю. Я думаю, процессор хорошо нагрузит эту видеокарту. Подавно он справится с 960-й. Тем более с 950-й. По поводу охлаждения. Процессор оказался очень холодный. Штатного боксового кулера хватит за глаза. Если вы не занимаетесь каким-нибудь тестированием возможности системы в стресс-тестах, где вы нагружаете максимально систему. И, конечно же, оперативная память. Я продемонстрировал, есть какая-то зависимость. Так что берите все-таки две планки. Это нужно учитывать при составлении ваших будущих игровых систем, чтобы получить максимально возможную производительность. Вот такое получилось у меня видео. Все ваши комментарии, предложения, замечания можете оставлять внизу. Также можете ими поделиться в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Всем удачи. Пишите письма.